Действующие лица Петров, Баширов, Скворцов и Деменция Петровна Бескрайняя. Мать их. Два туриста, шпиль собора, флакон духов Нина Ричи. То самое интервью так называемых Петрова и Баширова в эфире телеканала RT моментально разлетелось в сети на цитаты. Рассказ двух предпринимателей в фитнес-индустрии, пожаловавшихся на неудачную погоду в Солсбери, показался не очень убедительным. Но что, если Петров и Баширов — это действительно Петров и Баширов, невольно ставший жертвами фантастического совпадения? Сама мысль, что эти люди могли говорить правду, показалась мне парадоксальной. Я начал писать. А дальше вывело из чистой комедии политической, это вывело уже в какую-то лирическую, драматическую плоскость. Свою пьесу «Увидеть Солсбери» писатель и сатирик Виктор Шендерович прочитал на сцене Московского театра «Док». В Великобритании пьесу уже ставили двумя актерскими труппами на русском и английском языках. Премьеры прошли в конце марта. По словам автора, английский вариант пришлось адаптировать для зарубежного зрителя, объясняя некоторые детали, заведомо понятные русскоязычной аудитории. Но смысл считали и там. Петров, так, надо звонить Симоняну. Паширов, кому? Петров, Симоняну, надо ходить с Симоной. Паширов, а кто это? Петров, не знаю. Но у меня сейчас был голос. Он сказал, надо позвонить Симоняну. Паширов, а чей голос? А, ну да. А у тебя есть ее телефон? Петров, он у всех есть. В России пьесу не ставили. Это лишь второе ее публичное прочтение. Цитаты в сценарии из того самого интервью, фрагменты эфиров федеральных каналов. Все в духе театра «Док», когда персонажи не вымышлены, а совпадения едва ли случайны. По ходу действия фантасмагоричность, реальность и все запутание. И вот уже сами герои не могут точно сказать, кто же они такие на самом деле. Петров, съездили, называется, оттянуться. Вот, б***ь, я сдался этот собор. Машинов, я всю жизнь мечтал на него посмотреть. Я же тебе рассказывал. Там всемирный известный шпиль. 123 метра. Теперь уже, наверное, никогда его не увижу. Плачет. История известная. История, можно сказать, для тех людей, кто понимает однозначно, комичная и, собственно, сатиричная. Я не ждал события. События я знаю. И каждый, в общем, опять же, понимающий человек может разобраться в этом событии и сделать для себя выводы какие-то. Но мне интересны метафоры, интересны фотосмагории, интересна игра смыслов. Были моменты, когда был безудержный смех, были моменты, которые нужно еще будет долго обдумывать. Ну, вообще, в целом, это очень сильное впечатление. Двух российских граждан, посещавших Солсбери в марте прошлого года, по документам на имена Руслана Баширова и Александра Петрова, британские власти обвиняют в покушении на бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Спецслужбы Соединенного Королевства заявили, что под вымышленными именами в Солсбери приезжали офицеры ГРУ. По данным британского следствия, Скрипалей отравили веществом новичок. Здесь уже сам сюжет вырулил. В некоторый лиризм. Потому что тема слишком серьезная. И одними хихоньками тут было в теме государства убийства, в этой теме государства убийцы, хихоньками было не обойтись. Если спросите, откуда эти вечные сражения? Отчего мы, азиаты, не находимся в покое? Я опять же вам отвечу, нам покой частенько снится. Но реальность нашей жизни интереснее сновидений. Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио Свобода, Москва.